Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Германия! Встречайте! Приятная мелодия. Я обещал коллективу и Кристине, что их здесь в свой праздник. Встречайте не горячо. Они этого достойны. Они должны чувствовать ваше тепло. Ваша любовь и надежда, что не весь мир зашел с ума. Народный артист Луганской народной республики. Народный артист Украины. Художественный руководитель Луганского, Украинского театра, Музыкально-драматического театра, не предававший никогда славянского единства. Михаил Голубой! Спасибо за поддержку. Спасибо, что вы с нами. Спасибо. Храни вас Богу. Кинорегиссер страны, которая впервые участвует в Золотом Видите. Индии. Режиссер и продюсер Рахин Кувар-Хайда. Индия. Индия должна почувствовать вашу любовь. И продюсер из Индии Санта-Панта. В этом году главными героями нашего кинофорума стали военные корреспонденты. Встречайте. Семен Тегов. Каждый день вы видите репортажи этого замечательного человека. Храни его, Господь, он не только поможет здесь, а опять уедет на передовую. И будет освещать правду. Семен Тегов. Для меня большая честь быть сегодня на этом событии. И большая честь быть в Севастополе. Мы только что недавно с ребятами из 810-й героической бригады Москвой пехоты, которая действительно огромный вклад внесла за борьбу за Мариуполь, за победу в Мариуполе. И героические ребята героического города. Для меня большая честь быть рядом с вами в Севастополе и в Севастополе. На этом прекрасном фестивале Золотой Витя. Спасибо. Гранита спорта на двоих портах. Режиссер конкурсного фильма «Призраки. Солдаты забытой войны» из Танецкой народной республики Максим Фадеев. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это идут отбудные герои. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас пойдут режиссер и исполнительцы главной роли, конкурсно-длинная фаскера, Михаил и Анастасия Шевчук, Республика Беларусь. АПЛОДИСМЕНТЫ Режиссер и актриса конкурсного фильма. Режиссер и художник конкурсного фильма. Вечная, новая, Алексей Кополедник и Павел Шапов. Республика Беларусь. АПЛОДИСМЕНТЫ Режиссер и актриса конкурсного фильма «Звездочка» Рассилий и Марина Кузовлёва. Режиссер и актрисы конкурсного фильма «Я в мире случайно». Марина Музиенко, Мария Екремова и Ксения Кириллова. Режиссер и актрисы конкурсного фильма «Я в мире случайно». Режиссер и актрисы конкурсного фильма «Я в мире случайно». Режиссер и актрисы конкурсного фильма «Я в мире случайно». Режиссер и актрисы конкурсного фильма «Я в мире случайно». Режиссер и актрисы конкурсного фильма «Я в мире случайно». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо большое за теплый прием. Спасибо большое за теплый прием. Хорошего фестиваля, хороших фильмов, хорошего настроения. Всего доброго. Директор Лугарского академического украинского музыкально-драматического театра на обороне Виталий Балджи. Встречайте членов жюри. Кинорежиссер, продюсер, сценарист, киностудии «Союзмульфильм» и «Время кино» Сергей Струсовский. Кинорежиссер, доцент ГИКа, руководитель Иркутского отделения ГИКа, лауреат международных кинофестивалей Сергей Коловецкий. Кинорежиссеру лауреат государственной премии международных кинофестивалей Дмитрий Чернецов. Он работает за камерой сейчас, Дмитрий. Приходите посмотреть фильм Дмитрия о 30-летнем пути Золотого Италия. Фильм «Один поле воин». Сослуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат государственной премии России, член экспертного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. Владимир Рейстер, один из лучших режиссеров Российского документального кино. Не раз был премирован на кинофорте «Золотой видик». Председатель Ассоциации документального кино при Союзе кинематографистов Российской Федерации, член экспертного совета Минкультуры Галина Леонтьева. Сценарист, режиссер Станислав Поделилов. Встречайте легендарный Иркутский театр народной драмы, который приезжает всегда туда, где он потребнее всего. В Сербию, под Богом Наталью, в Чечню, в Пренестровье, в Осетию, везде. Театр Иркутской драмы под руководством заслуженного артиста России Михаила Корнева. Это только 5-6 богатырей, а 33 богатыря еще выходят из Черного моря. Заслуженные артисты России Михаила Корнева. Они все заслуженные. Вадим Гальнека. Помашите руками, кого я называю. Павел Гальнека. Юрий Жиганьков. Алексей Юдин. Вадим Хикарик. Семеновы. Встречайте легендарный Луганский театр на оборонной заслуженной артистке ЛНР Наталья Стародубцева. Поднимайте руки, чтобы вас видели. Наталья Недосов. Анастасия Сидиченко. Алена Блочко. А теперь встречайте вашу родную, артистку Русского академического драматического театра имени Луначарского, заслуженной артистку из Севастополя Светлану Горохину. И на сладкое те, кто создали вам это сегодняшнее чудо. Те, кто год готовили программу и собрали около 200 фильмов, которые пройдут. Начинаем кинотеатр Севастополя. Родина, мир. Мы сейчас не только что-то все куплены. И здесь вот на бульваре все будет непропустили. Главный координатор и директор программ кинофорума Наталья Полукарова. И директор кинопрограмм, собравший все эти 200 фильмов. Лучший киновет России. Александр Семенюк. Хорошее начало, но самое главное будет сзади театра Луначарского. Ждем вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Президент Международного кинофорума «Золотой Витязь» Народный артист России Николай Бурляев Здравствуй, дорогой, любимый Севастополь. Мы тебя не бросим. Мы не бросим тех, кто в нас поверил, с кем мы уже прошли плечо к плечу. Семь лет и переступили в восьмой год. Это восьмой Севастопольский кинофорум. Год мы готовили эту программу. Я никогда не говорю о трудностях. И сейчас я не буду говорить. Действительно, все висело на волоске еще два дня назад. Нет самолетов. МЧС. Мы обещали дать нам самолет, но он стоит очень дорого. Поэтому мы потеряли из-за того, что путь длинный, и сюда, и обратно. Очень многих актеров, которые хотели сейчас быть здесь, но они давали один-два дня, а только дорога – четыре дня, три дня. Но к вам приехали удивительные люди, которым хочется сказать – вы соль земли. Если соль потеряет силу, что сделает ее соленую? Здесь те, кто являются солью земли русской, единой и неделимой. Что такое Святая Русь? Это Россия, Украина и Белоруссия. Это единый народ, который пытались разорвать, но это время оканчивается, и мы снова будем единым народом. В это я верил всегда. Мы привезли в Севастополь около 200 фильмов, 190. Только конкурсных фильмов – 165. Они пройдут в 4-5 кинозалах Севастополя. Мы привезли сюда легендарный луганский украинский академический театр на Оборонной. Обычно к нам ездил один пхудрук этого театра. Это выдающийся украинский актер, советский актер. Это Михаил Голубович, народный артист Украины и Республики ЛНР. А теперь он привез с собой 11 артисток. Артистов не мог привезти, потому что они все воюют, они все на передовой. Мы проведем здесь киношколу «Золотого Витязя» и хотим, чтобы это было традицией. Завтра мы начнем работу. В нашу киношколу придут и будут обучаться 7 дней у ведущих режиссеров нашего кино, те, кто живет в Севастополе и кто приедет к нам из других городов. И они получат наши сертификаты. Мы проведем здесь незапланированный, это так часто бывает, потому что два дня назад мне позвонил художественный руководитель, главный дирижер симфонического оркестра севастопольского Владимир Ким и сказал, а давайте проведем еще раз то, что мы уже с вами делали, и наградит «Золотой Витязь» наших юных музыкантов, детей Севастополя. И мы проведем этот вечер. Много всего интересного будет. О фильмах я не буду говорить. Ходите по всем залам, смотрите. Можете даже детей ваших брать. «Золотой Витязь» – это то место, где создаются фильмы для всех, а не 18+. Это время должно оканчиваться, и Россия это должна понимать. В Государственной Думе это уже понимают. И вот я присматриваюсь к коллегам, я вижу, что ушли на третий план какие-то партийные. А разногласия – мы едины сейчас. И все понимаем, что нужно принимать идеологию государства российского. И не надо бояться этого слова. Наши либералы очень боялись идеологии, что это такое. А идеологии – это переводится как наука об идее, наука об идеале. Россия должна иметь идеал, чтобы передавать его грядущим поколениям. Конечно, без поддержки наших братьев и сестер в Севастополе, которые сердцем понимают значение «Золотого Витязя», мы вряд ли бы организовали все так, как организовали. И поэтому я очень благодарен Департаменту культуры города Севастополя и администрации Севастополя. Я приглашаю на эту сцену заместителя губернатора и заместителя председателя правительства города Севастополь Игоря Анатольевича Михеева. Добрый вечер. Я искренне рад всех поздравить с открытием нашего международного кинофорума «Золотой Витязь», который уже традиционно проходит здесь, в Севастополе. И, наверное, от лица всех присутствующих могу сказать, что для Севастополя кинофорум «Золотой Витязь» стал любим. Это, наверное, одно из ключевых событий в культурной жизни нашего города. Традиционно, ежегодно мы открываем с теплотой, с радушием все наши площадки, все наши кинотеатры для просмотра, для показа кинофильмов, лент. И вот Николай Петрович уже сказал, что на этом форуме также будет представлено почти 200 фильмов, которые, я уверен, что и севастопольцы, и гости нашего города с большим удовольствием и интересом будут смотреть. Сегодня, как никогда, нужно единение, нужно сплочение. И слова про идеологию – это не просто слова. Это тот, наверное, смысл и тот путь, который мы должны пройти все вместе. И культура, как всегда, должна быть на передовой. Культура нас должна объединять, направлять во всех основных и, наверное, ключевых идеологических смыслах. Поэтому хочу пожелать организаторам кинофорума творческих, вдохновительных работ удачного проведения. Нам всем приятных, интересных просмотров. Ну и увидимся на наших площадках, которые уже с сегодняшнего дня открыты для и севастопольцев, и гостей нашего города. Спасибо большое. Я понимаю, что у нас время военное, все с колес мы делаем, но я попрошу сюда вынести на сцену о настойках микрофона, чтобы было удобно. Спасибо. 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 Кроме России здесь участвуют Австралия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан. А республика Псербская и республика Псербия – это две разные республики. Их разделили, как и нас пытались. Ну, нас тоже поделили, но мы опять будем все одним целым. Таджикистан, Узбекистан, Украина, Хорватия и Франция. Вот эти фильмы здесь будут представлены. На этой сцене должен был бы быть наш практически духовник кинофорума от Севастополя, отец Сергий Пхалюта, но он у меня попросил отпуск, потому что у него очень важное сейчас событие в жизни. И он делегировал сюда. Сейчас мы увидим кого, чтобы зачитать приветствие патриарха. Кто у нас от благочиния? Это тоже наш друг, отец Псефан, который очень часто ведет наши молебны. Сегодня был потрясающий молебен в древнем Херсонесе. Было очень много народу. Обычно приезжаем, усталые актеры, кто-то отсыпается, а тут пришли все участники форума. И был удивительный молебен. Не штампованный. Не такой привычный, а от сердца, поскольку мы за эти семь, уже восемь лет стали единым организмом. Пожалуйста. Дорогие участники кинофорума, я очень рад всех снова видеть в нашем городе. Но у меня очень сегодня важная миссия, как всегда, прежде всего, поприветствовать всех вас словами Святейшего Патриарха. Поэтому позвольте мне вначале зачитать их, а потом уже мы, как обычно, поприветствуем друг друга. Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую всех вас, организаторов, участников, гостей 31-го международного славянского кинофорума искусств «Золотой Витязь». В текущем году в рамках фестиваля запланировано проведение сотен различных мероприятий под неизменным девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Они состоятся в Севастополе и других городах России. Зрители могут познакомиться с фильмами, спектаклями, с творческими хоровых и симпатических коллективами, литературой и живописи тех авторов, которые посредством искусства утверждают в обществе непроходящие духовные и нравственные идеалы. Сегодня с особой актуальностью звучит призыв преподобного Сергия Радонежского «Любовью и единением спасемся». Некогда обращенный к современникам, он ныне не потерял своей значимости, глубоко убежден, что единение на основе традиционных ценностей способно противостоять всем вызовам во многом обезбоженного мира, сохранить и приумножить богатое историческое духовное и культурное наследие, оставленное нашим славянскими предшественниками. Призывая на вас и ваши труды, Божье благословение, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ну а мне как, не знаю, друг не друг, но по крайней мере уже много лет мы с вместе, всегда хочу встретить вас и поприветствовать теми словами, которые должны быть для нас сегодня фундаментом всей нашей жизни. Слова простые и доходчивые, и я знаю, что вы их знаете. «Христос воскресе!» Я не слышу у вас той радости. Наверное, вы не рады здесь, потому что это не просто ответ, это ответ победы. Какой победы? Победы дьявола, Господа над дьяволом, над смертью, над злом. Поэтому я и не слышу ответа. Такой, какой должен быть. «Христос воскресе!» «Поисти мы воскресе!» Даже Севастополь не слышит. «Христос воскресе!» «Поисти мы воскресе!» «Точно воскресе!» «Точно воскресе!» «И не робейте!» «Потому что, если с нами правда, то будет и с нами Бог». Наш кинофорум, наш кинофестиваль несет самое главное. Он пытается побудить наше общество говорить о правде. Сегодня мир перевернутый, и мы этого очень сильно видим. Он на белое говорит черное, а на черное говорит белое. Ну, вы-то люди взрослые, я вижу здесь мужи, жены. Умудренные, усиденные, умные. А за нами-то молодежь. А молодежь живет как? Эмоциями, энергией, интересами. Все их увлекает. Но не все, что мне можно, не все мне полезно, говорит апостол Павел. Нам сегодня очень важно говорить, что мы должны говорить обществу, те вещи, которые должны приводить и дать им пользу. Вот именно этим занимается наш кинофорум и наш кинофестиваль. Я желаю в этом году, чтобы мы потрудились. Время непростое. Как никогда нужно сегодня говорить правду. Я надеюсь, что эта правда будет слышна и найдет добрую почву в наших сердцах. Бог в помощь. Приветствие нашему форуму прислал председатель Союза кинематографистов Российской Федерации и Никита Сергеевич Михалков. Я очень рад поздравить кинофорум «Золотой Витязь». Сделать девиз этого фестиваля, связанный с нравственной чистотой, с продолжением, так сказать, нравственных ценностей, которые присущи православному христианскому миру. На сегодняшний день эта вещь, я бы даже сказал, рискованная. Потому что мы сами видим, как пытаются осмеять все то, что связано просто с православием, просто со славянским миром, и в том числе и с миром русским. Поэтому я считаю, что этот фестиваль, который разросся, туда входят уже не только фильмы, не только кино, но и другие виды искусства, такие как театр и так далее, он держит на очень высоком уровне вот этот интерес и поддерживает этот интерес в принципе к славянскому православному миру. Поэтому я думаю, что Николай Петрович Бурляев, который возглавляет это, он стоически выдерживает все, так сказать, катаклизмы, штормы, бури и ведет этот корабль довольно уверенной рукой, что вызывает уважение. Поэтому я очень надеюсь, что этот фестиваль и форум этот будет жить дальше. И очень надеюсь, что он реально будет помогать этому очень важному делу сохранению христианских православных ценностей. Сейчас мы увидим лица тех, кто был золотым витязем на протяжении этих 30 лет, и которые уже призваны в вечность. Их сердце, их любовь, их вера в золотой витязь укрепляла нас все эти годы. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Мой молодой, Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнал, 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 Такие есть на вооружении и формировании киевского режима. Эта машина была уничтожена бойцами армии России. Вообще, на каждый американский «Хаммерс» здесь найдется один русский танк. Вот что хотелось бы еще отметить. Только что, буквально накануне, ребята, которые освобождали эту базу «Азова», зашли дальше, освободили уже и захватили, отбив «Азовку» и отбросив его еще дальше, непосредственно асфальтный завод. Это действительно новость, которую мы узнали первыми. И продвигаются дальше. С вами был проект «Варгоза». Семен Пегов специально для вас, подписчики. Вот, сами видите, бывшая база «Азова» в Барюполе. Семен Пегов прорвался к нам сюда, и мы будем сейчас ему очно вручать золотую медаль имени Юрия Левитана. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо еще раз огромное. Честно говоря, тяжело подобрать слова. Не потому что я волнуюсь, а потому что чувствую себя в каком-то смысле бездельником. Потому что Саша Сладков и Женя Поддубный, с которыми мне посчастливилось и для меня большая честь оказаться с ними в одном ряду и в одной компании сейчас, действительно трудятся на фронте. Женя на Луганском направлении, Саша Сладков на Донецком. Хозяин этого мероприятия с укором на меня смотрел, когда я сидел в телефоне, но честно скажу, я не мог на 100% оставить тоже свою работу. Все время отслеживаем то, что происходит сейчас на фронте. И то упорство, и та война, которую мы военкоры тоже по-своему ведем, требует буквально ежеминутного, ежесекундного включения и участия в ней. И стоит немного отлечься, отойти в сторону, и противник уже снова впереди. Поэтому требует огромной концентрации. Я очень рад в то же время и счастлив находиться здесь, потому что Севастополь, как ни странно, стал для меня родным городом не здесь, а под Мариуполем. Я объясню почему. Именно там сейчас сражаются и бились все эти дни ребята с 810-й бригады морпехов, которые реально герои с большими потерями, с потом, с кровью, где-то, наверное, со слезами на глазах, где-то с улыбкой. И ребята сделали огромную, тяжелейшую героическую работу и внесли просто, ну, огромный вклад в освобождение Мариуполя, первого по-настоящему большого русского города, который мы освободили в результате этой войны. Очень здорово, что и морпехи, и те донбасские подразделения, которые бок о бок с ними воюют, перестали уже там на каком-то этапе буквально через там несколько дней разделять друг друга. Мы все вместе действительно почувствовали, что мы делаем одно общее дело. И в конце немного юмора, что ли, когда я выезжал, мои ребята и моя команда, я вот на пресс-конференции сказал об этом, что данная награда прежде всего должна быть переда не мне, а моим ребятам, которые рискуют, которые за кадром, которые выполняют не менее тяжелую работу. Ну, просто мы, может быть, не всегда имена их слышим. Это Саша Мельников, это Владислав Звездок, Дима Селезнев и многие-многие другие, кто помогают мне и находятся всегда бок о бок рядом. Команда Варгонза действительно большая, я надеюсь, что этот фестиваль тоже стал ее частью. Так вот, небольшой прикол в конце. Ребята говорят, ты что, так и поедешь? Я говорю, ну, в общем-то, я еду из командировки, ничего другого нет. И единственное, что я сделал, и они так как бы пошутили, сними хотя бы белые ленты с рукавов. Если кто не знает, так на фронте обозначается свой, чужой, у противника ленты там желтого или синего цвета. И я снял и подумал в этот момент, и приехав сюда, понял это окончательно, что здесь, в кругу этих людей, в кругу этого фестиваля, различия свой-чужой не требуется, потому что здесь все свои. И я очень счастлив и рад находиться здесь. Еще раз спасибо. Все, кто нас видит по телевидению, сейчас идет прямая трансляция. Те, кто в зале, вы можете помогать этим героям, молясь за них. Молитва имеет огромную силу. Если искренне мы молимся, то нас слышат и Господь, и угодники святые. Поэтому давайте молиться и за них, и за наших братьев, украинцев, которые побыстрее должны выйти из этой одури из-под приказов преступников, наркоманов, безмозглых людей, предавших нашу общую Родину. Молиться и за них, чтобы они побыстрее положили оружие и оставили свои славянские жизни для добрых дел. Храни Господь наших военных корреспондентов. Четвертый сотрудник ВГТРК, получающий эту награду, золотую медаль имени Левитана, за выдающийся вклад, он тоже не мог сюда сегодня приехать, но он приедет, видимо, к концу кинофестиваля. Он делает очень правдивые, важные фильмы о славянстве, которые пытаются разорвать, и им это удается. Вы знаете, я не планировал сделать то, что я сейчас сделаю, но это я сделаю. Мы почти каждый раз на нашем золотом витязи вспоминаем то, что говорил, писал, поэтически писал в 1861 году. И выдающийся русский поэт и такой же дипломат Фёдор Иванович Тютчев. Он написал к славянам, и вот как это выглядит сегодня, как будто он писал для нас. Привет вам, задушевные братья, со всех славянщин и концов! Привет наш всем вам без изъятия! Для всех семейный пир готов! Недаром вас звала Россия на праздник мира и любви! Ну, знаете, гости дорогие, вы здесь не гости, вы свои! Вы дома здесь! И больше дома, чем там, на родине своей! Здесь, где господство незнакомо и на языческих властей! Здесь, где у власти и подданства один язык, один на всех, и не считается славянства за тайный первородный грех! Хотя враждебную судьбину и были мы разлучены, но всё же мы народ единой, единой матери, сыны! Мы, всё же братья мы, родные, вот, вот что ненавидят в нас! Вам не прощается Россия! Россия не прощает вас! Смущает их, и да испугу! Что вся славянская семья в лицо, и не другу, и другу впервые скажет – это я! При неотступном вспоминании о долгой цепи злых обид славянское самоосознание, как Божья кара их страшит. Давно на Ниве европейской, где ложь так пышно разрослась, давно наукой фарисейской двойная правда создалась. Для них закон и равноправность, для нас насилие и обман, и закрепила стародавность их, как наследие славян. И то, что длилось веками, не упразднилось и поднесь. И тяготеет и над нами, над нами, собранными здесь. Ещё болит от прежних болей вся современная пора. Не тронуто косово поле, не срыта белая гора, а между нас позор немалый. В славянской всем родной среде, лишь тот ушёл от их опалы. И не подвергся их вражде, кто для своих всегда и всюду злодеем был передовым. Они лишь нашего Иуду честят лапзанием своим. Опально-мировое племя. Когда же будешь ты народ? Когда же упразднится время твоей розни? И невзгод, и грянет клич к объединению, и рухнет то, что делит нас. Мы ждём, мы верим провидению. Ему известны день и час. И эта вера в правду Бога уж в нашей не умрёт груди. Хоть много бед и горя, много ещё мы видим впереди. Он жив. Верховный промыслитель. И суд его не оскудел. И слово «царь-освободитель» за русский выступит предел. Мы выступили. Наших первых лауреатов приветствует не менее легендарный театр из Иркутска. Театр Иркутский, театр народной драмы, которые все 30 лет рядом с «Золотым Витязем». Удивительные актёры, все заслуженные артисты, и я приглашаю их на эту сцену. Иркутский театр народной драмы. Здравствуйте, друзья! Низкий поклон вам от Байкала, батюшки, от Сибири, матушки, от славного града Иркутска, на котором побывал славный фестиваль «Золотой Витязь». Мы хотим исполнить для вас песню, которая написана в далёкие военные годы, но и сегодня она так же актуальна и так же современна, как и тогда, когда наши деды и отцы ломали хребет фашистам. И сегодня мы слышим их завет, который летит до нас сквозь годы. И этот завет сегодня наши братья выполняют с той же доблестью и отвагой, и героизмом, как и их отцы и деды, побеждая фашизм на русской земле. «Летят перелётные птицы». Летят перелётные птицы В осенней дали голубой Летят они в жаркие страны, А я остаюсь с тобой, А я остаюсь с тобою, Родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, И Африка мне не нужна. Не нужен мне берег турецкий, И Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, Шагая с видовкой в руке, Мне было горше печали, Чем быть от тебя вдалеке. И мало я дум передумал С друзьями в далёком краю, Но не было большего долга, Чем выполнить волю твою. Но не было большего долга, Чем выполнить волю твою. Пускай утопал я в болотах, Пускай замерзал я на льду, Но если ты скажешь мне снова, Я снова всё это пройду. Но нежды своими желания Связал я навеки с тобой, С твоею суровой и ясной, С твоею завидной судьбой. С твоею суровой и ясной, С твоею завидной судьбой. Летят перелётные птицы, Ушедшие лето искать, Летят они в жаркие страны, А я не хочу улетать, А я остаюсь с тобою, Родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, Чужая земля не нужна. Не нужно мне солнце чужое, Чужая земля не нужна. Спасибо. А следующая песня, можно сказать, Родилась здесь, сразу после тех Великих событий, когда Крым вернулся домой, В родную гавань. Песню вы эту знаете, Потому что мы её уже исполняли, Но она настолько красивая, Что мы её это сделаем ещё раз. Крым — наша земля! Что такое Крым, брат, для нас с тобой, Где морская волна чиста? Где в Херсонесе Владимир Святой Сердцем принял веру Христа? Здесь, в России, турецкий прославленный флот Был разбит и с позором бежал. И с державой русской Крымский народ Сквозь столетия свой путь начинал. Крым — наша земля! Крым — это ты, это я! Свята русская земля! Богом данная земля! Что такое Крым, брат, для нас с тобой? Это чудо прибрежных скал, Где Екатерины, великий указ, Сам Суворов народом читал. Сыновья бились на смерть в Крымской войне, Мать молила — спаси Христос! Здесь немецких фашистов Просил на повал В Севастополе русский матрос. Крым — наша земля! Крым — это ты, это я! Свята русская земля! Богом данная земля! Свята русская земля! Богом данная земля! Что такое Крым, брат, для нас с тобой, Если в мире сегодня так? Христо продавца все громче вой, И в ворота стучится враг! Если в нашей братской славянской стране Поцарились предатели и вор, Если русский чужин стал в родной стороне, И над ним занесет опор! Крым — наша земля! Крым — это ты, это я! Свята русская земля! Богом данная земля! Свята русская земля! Богом данная земля! Что такое Крым, брат, для нас с тобой? Это вера его людей! Все, кто правит наиболее и общей судьбой, Оказали, как стать нам сильней! Крым вернулся в Россию, на родину мать! Здесь начало русской весны! И у братьев славян уж врагу не отнять Нашей божьей великой страны! Крым — наша земля! Крым — это ты, это я! Крым — наша земля! Крым — это сибиряки! Здесь все серьезно, но они к вам еще выйдут! А сейчас... Вы знаете, что происходит, и что западный мир показывает не правду, и только не правду, а правду замалчивают. Но есть отдельные души, отдельные художники в этом мире, живущие там, которые знают правду, приезжают сюда, снимают фильмы о том, что здесь происходит. И вот один из таких удивительных людей, немецкий режиссер и драматург, лично был в Одессе, когда сжигали наших братьев, снял фильм, который будет идти и на нашем экране. Посмотрим на экран. Субтитры создавал DimaTorzok Демократия и Свобода Слова, и Запад не встал на сторону жертв нападения в Одессе. Я вырос в духе демократии и борьбы с фашизмом. И когда выясняется, что страна, в которой ты живешь, поддерживает тех, кто убивает людей за то, что они придерживаются другой идеологии и мировоззрения, это шокирует. Эту идеологию, действительно, уже можно сравнить с фашистской. Но что самое шокирующее здесь, это то, что Запад, который проповедует демократию, свободу и права человека, не говорит об этом. Журналисты в Западной Европе не хотят поднимать эту тему. Одним словом, бездельничают, чтобы случайно не разоблачить самих себя. Они прекрасно знают об этих фактах, но специально умалчивают о них. Это очень большая тема. Это фашистская идеология, продолжение идеологии мирового господства. И эта идеология мирового господства получила дальнейшее развитие на Западе. И если вы возьмете идеологию западных ценностей и вынесете эти ценности за оскобки, то останутся западные интересы. И они заключаются в том, чтобы подчинить себе другие страны. Эта идеология очень совпадает с той, которую проповедуют украинские националисты. Пусть эти голуби влетят в небо, как души наших погибших. И соучи, и соучи, и соучи в грабе живут дороги. Участник конкурсной программы 31-го международного кинофорума «Золотой Витязь» Вильгельм Домки Шульц. Приветствуйте. Микрофон. Я микрофон. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 здесь быть и показать мои фильмы. Большое спасибо за приглашение. Я очень рад, что вы меня пригласили. Я очень рад показать здесь свои фильмы. Я считаю, что внепарламентарное движение, демократическое движение в Германии и в России очень много сделали для политики. Я считаю, что антифашистское движение в Германии находится по значительным влияниям антифашистского движения России и Донбасса. И что нас как оппозицию действительно впечатляет, это то, как донецкая оппозиция встала, что они нашли в себе силу и мужество и решимость противостоять этому режиму. У нас еще много работы впереди. Я считаю, что когда нам удастся провести деноцификацию в Украине, у нас также получится провести деноцификацию и в Европе, и в Германии. Я считаю, что это наша общая цель. И только вместе мы можем ее достичь. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожелаем удачи Вильгельму на нашем кинофестивале. Я обещал им, супругой, что здесь будут удивительные дни для них, будет праздник для сердца, для души. И прекрасно, кстати, это переводилась сейчас. Девочка из Севастополя. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вильгельма Шульца приветствует Луганский театр на оборонной. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Уй, да не вечер, да не вечер, А мне малым мало спалось, Мне малым мало спалось, Уй, да во сне привиделось, А мне малым мало спалось, Уй, да во сне привиделось, А мне во сне привиделось, А будет огонь мой вороной, Да разыгрался, расплясался, Ой, да разрезвился подо мной, Да разыгрался, расплясался, Ой, да разрезвился подо мной, Ой, да, летели ветры злые, Ой, да с восточной стороны, Ой, да сорвали черную шапку С моей буйной головы, Ой, да сорвали черную шапку С моей буйной головы, Ой, да, летели ветры, Ой, да, летели ветры, А не зову, когда ты был, Он смог сон мой разгадать, Ой, да, летели ветры, Ой, да, летели ветры, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Луганский театр еще появится пред вами Сейчас перед вами выступит артист, которого вы хорошо знаете по сотню ролей в кино Посмотрим прежде на экран Чужими руками будем жар загребать Скажите, а воно есть? Не воно, а Гоги, его нет Ну что же, мы пойдем другим путем Но может быть прольете свет на кое-какие детали Зачтется? Прозачтется? Вы детям пойте Однажды я даже вызвал милицию Андрюшенька, это ведь ее дом Заслуженный артист России Сергей Варчук Я знаю Никакой моей вины В том, что другие не пришли с войны В том, что они, кто старше, кто моложе Остались там И не о том же речь Что я их мог Но не сумел сберечь Речь не о том Но все же Все же Все же За солнце свет За дни прекрасные За дом родимый За страну За матерей За очи ясные Мы уходили на войну За матерей За очи ясные Мы уходили на войну Никто из нас Не знал еще вчера Что нам начерпана судьбой Но грянул гром И вот пришла пора Вступить с врагом в кровавый бой Так пусть в меня Боится лютый враг Сердце ладанку храню До Бога я Еще не сделал шаг Но если надо Я шагну До Бога я Еще не сделал шаг Но если надо Я шагну И в небесах Грозой встревожены Замолвят слово Обо мне В глубих лесах Поляк не кошеный Мы оставались На войне За солнце свет За все, что прожито Готовы головы Готовы головы сложить Еще прожить АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вся мужская часть трупа ушла на фронт защищать, отвоевывать свою землю, а слабые девушки остались в театре. Они продолжают работать, они создают программы, они создают спектакли, где играют без мужчин. Держись, Сергей, мы с тобой. И они сегодня здесь. Это потрясающе. И моя украинская часть души, она запела. Это импровизация. Цвітетерен, цвітетерен, та й лицвіто подає. Хто з любою не знається, той горя не знає. Хто з любою не знається, той горя не знає. А я молода дівчина, та й горя зазнала. Вечорольки не доїла, нічки не доспала. Вечорольки не доїла, нічки не доспала. Ой, дремайте, не дремайте, не будете спати. Десь поїхав ми, миленький, іншої шукати. Десь поїхав ми, миленький, іншої шукати. Нехай іде, нехай іде, нехай не вернеться. Не дай Боже йому щастя, диви не повернеться. Цвітетерен, цвітетерен, та й світо подає. Хто з любов'ю не знається, той горя не знає. Хто з любов'ю не знається, той горя не знає. Любовь спасет мир. Дякую за експромт. Це був украинський експромт. Все вони украинці. Вони любят свою родину, Україну. І такіх на Україні більшінство. І ми ніколи не запретим український язик. Тому що ми його любимо, любимо нашу Україну. І так, зараз я вам представлю цього, який вместе со мною создавав кинофорум «Золотой витязь». Тридцать один год тому назад, в конце 1991 года, пришла очаровательная выпускница Гитиса, о которой прочили большое будущее актёрское. І вона пришла просто помощницей поначалу і помогала тихо, спокійно, тактично. І вот тридцать один год ми вмісті, сейчас ця актриса стала директором кинофоруму «Золотой витязь». Но прежде посмотрим на экран. «Золотой витязь» Актриса театра і кіно Інга Шатова Актриса театра і кіно Інга Шатова Добрый вечір, мої родні! Я вот смотрела на экран, в самом начале вспоминала, первый раз мы с фестивалем пришли в родной город в далёком уже 1998 году. Мы пришли Днепром, а белый корабль пришвартовался в Ордбухте. Днепром, це було прекрасно. Днепром, це було прекрасно. Прекрасно, потому що спокійно за окном була видна наша родная земля. І дорога дому була дуже желанна, даже в такий трудний год. І кожний год я... Я готовлю нову программу, і кожний год прем'єра здесь, вам, в родному городі. І я рада, що в цьому году Бог мені подарував таку чудесну программу нашого современника. І у нас дуже багато талантливих поїтов. І я б хотела вам прочесть мою нову программу. Матушка молча склонилась, Видно, просила душа. Матушка тихо молилась, Чтоб никому не мешать. О, приблагая царица, Дай донести, Ты терпеть. Пусть ничего не случится С тем, кто взывает к тебе. Деток моих Не остави, Трудной порой Помози. Всякой обиды Избави. Мимо беду Пронеси. Тихое это моленье, Лампу, Трескучий мороз, В окнах узоров Искренья. Вот что из детства донес. Жизнь пролетела мгновеньем, Как на шальном скакуне, Но материнское пенье Не замирает во мне. Так же зимою студеной Молча в молитве склонюсь, И пред иконой моленой Тихо о ней помолюсь. Мати приветственного слова, Дай донести, Дотерпеть, Будь и поныне По кровам Той, Той, Что взывала К тебе. Их долги Твоя забота, Благо Можно Отдавать. В день Родительской Субботы Помяни Отца И Мать. Помолись За панихидой О любимых И Иных. Впрочем, Что теперь обиды, В мире вечном Не до них. Милость Божья Не оставит, Разумеющий Поймет, Кто-то И тебя Помянет В дни Родительских Суббот. Евангелие Можно бы вместить В одном глаголе Пламенном Любить, Люблю, Люблю Доносится В страницах, Как будто Как будто бы птенцов Скликает Птица. А К покаянию Затем зовут, Что Покаянием К Любви Идут. Любовь Себя До смерти Довела, Дабы очнулся Мир На крест Зашла. Знать Невозможно Души Пробудить, Пока Любовь К Кресту Не Пригвоздить. Душа Моя, В годину Испытаний Крестопояшься Истиной Святой, Не Отврати Лица От Заплеваний, Не Оправдайся Перед Клеветой. И В чем Безговорясь Не Обвинили, Ни у кого Защиты Не ищи, Какой Безговор Христа Вооружись, Иди На Смерть, Не Отдавая Чести. И Поисходе Честь Приводит В Жизнь. Судом Постыдным Осудили За Веру В Бога, Пуля В лоб. И Палачи Еще Шутили, Кого Сначала Шлепнуть, Поп. Решай, Как скажешь, Так и Будет, Тебя Или Сынов Твоих. Спасибо И на этом, Люди. Меня Потом, Сначала Их. Не бойтесь, Детки, Смерть Мгновенно. Я Отправляю Вас К Христу. Кончина За Него Блаженна. А Я за Вами Вслед Приду. И Грянул Выстрел. Был Он Меток. Упали Молча Сыновья. Отец Отпел Себя И Деток. Ну вот, Теперь Готов И Я. За землю Нечего Держаться. Господь Венцы Благословил. О, Три Блаженные Страдальцы. О, Высота Святой Любви. Россия. О, Сколько Ты Себя Вместила. И Грусть Немеренных Равнин. И Причитания У Могилок. И Сирый Журавлинный Клин. И Почернелые Избушки. И Тихие Разливы Вод. И Деревенские Церквушки. И Многостраждущий Народ. И Нерастраченную Совесть. И Тайну Млечного Моста. Но Главная Твоя Особость. Тебе Не Выжить Без Христа. Другим Довольно Денег, Хлеба, Душа, Рабыня, Кошелька. Но Ты Не Надышалась Небом. И Потому Так Велика. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю Вас. Люблю и по-прежнему желаю трех вещей в жизни главных. здоровья, любви и спасения. С Богом! До новых встреч! Рождённая в Севастополе Инга Шатова. Первый раз к нам прибыли на кинофестиваль кинематографисты из Индии, поэтому я попрошу, чтобы вы их особенно поприветствовали, чтобы им здесь понравилось, в Севастополе, и приглашаю на сцену кинорежиссёра, продюсера Рахита Кумара Хайтана и продюсера Псанат Панда. Пожалуйста. It's a great honour and pride to be here in the great historical city of Севастопол. It's my second visit to Russia, and every time I visit Russia, I learn something new about art and culture. And I'm really moved and touched by the emotional and very motivational performances out here by the Russian artists. I'm representing my film over here, and I believe that in future I get to do something with the talents and tinctions of Russia. I think that's about it. I would not take much of a time. Чтобы не отнимать вашего времени, мы закруглимся на этом. Спасибо за внимание. Пожелаем удачи индийским кинематографистам. На сцене Иркутский театр народной драмы. Моление святого благоверного великого князя Александра Невского перед битвой со шведами. Боже хвальный и праведный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, сотворивый небо и землю и поставивый пределы языком, И жить и повелевый, Не приступая в чужие части и границы. И ныне, владыко прищедрый, Слыши словеса гордого варвара сего, Похваляющегося разорите Святую веру православную И пролите хотяща кровь христианскую, Призвись небесе и вишть, И посети нас винограда своего, И суди обидящих мя, И возброни борющимся со мною, И прими оружие и щит, И стани в помощь мне. Да не рекут врази наши, Где есть Бог их. Ты боися, Бог наш, И на тебя уповаем. Аминь. Святой, благоверный, Великий княже, Могучий воин Александр Невский, Стоишь на Руси, И ты небесным стражем, Разгромлен тобою Закладчик вверхский. Шведский король И пиргер надменный, На лодьях торглись, Пусть я не вы, Эй, русские, Мы помрав с леса гбенна, И храбрые воины, Это не вы. В веке двадцатом Фашист без налаты Из святой Германии Бешен на прет, Эй, русские, Вы во всем виноваты, Вам новый порядок Наш фюрер несет. Александр Невский, Святый воин, Укрепи нас силою твоей, Чтобы был в бою Тебя достоин, Тот, кто выйдет Вица слеготелен, И крест двадцатилетний С улыбкой молил так. Не в силе Бога в правде И был разгроблен в раме. Не в силе Бога в правде И был разгроблен в раме. Америка скормлена Европой, Павита, Нацистская вновь Марширует тогда. Эй, русские, Ваша память убита, И вам не собраться Уже никогда. И вот у последних Времен на пороге Иуды всех стран Золотой миллиард. Эй, русские, Прочь уйдите с дороги, Из вашей России Мы сделаем ад. Александр, Нерзий, Спятый воин, Укрепи нас Силою твоей, Чтобы был в бою Тебя достоин, Тот, кто выйдет Вица слеготелен, И князь двадцатилетний С улыбкой молил как. Не в силе пор, А в правде Ты был разгроблен в раме. Не в силе пор, А в правде Ты был разгроблен в раме. И если уж тяжко Совсем придется, Ты, брат, Не печалься, Не унывай. Мы русские, Русь святою сорвется Под знамя Христа Рядом с князем вставай. Александр, Нерзий, Спятый воин, Укрепи нас Силою твоей, Чтобы был в бою Тебя достоин, Тот, кто выйдет Вица слеготелен, И сам Христос Воскресший С любовью Скажет да, Не в силе пор, А в правде И расточиться в рай. Не в силе пор, А в правде И расточиться в рай. Мы русские, Мы русские, Мы русские, И расточиться в районе, Мы русские, Мы русские! С нами Бог! И не планировал, но чувствую, что без этого не обойтись, поскольку то, что я вам сегодня читаю, должно попасть в школьные учебники. Я обещал Семёну Пегову, которому понравилось, к славянам Тютчева, прочитать для него и для вас то, что было написано за 20 лет до Тютчева в 1844 году другом Пушкина, выдающимся поэтом Николаем Языковым. В 1844 году он написал стихи «К не нашим». Его дважды вызывали на дуэль за эти стихи. А Языков – это тот поэт, о котором его друг Пушкин говорил, что «Да, Николай, ты единственный поэт, которому я могу завидовать». Вот что он написал. «Семён – это для тебя и для наших братьев на передовой». Обращение к не нашим, ну это и практически к нашей пятой колонне, которая всегда была в России, и при Пушкине она была, и ныне отступает. «О вы, которые хотите преобразить, испортить нас и анемечить Русь, внемлите простосердечный мой возглас. Не любо вам святое дело и слава нашей старины. В вас не живёт, вас помертвело родное чувство. Вы полны не той высокой и прекрасной любовью к Родине, не тот огонь чистейший, пламень ясный вас поднимает. «В вас живёт любовь не к истине и благу. Народный глаз – он Божий глаз. Не он. Убежает вас отвагу. Он дик, он странен, чушь для вас. Вам наши лучшие предания смешно, бессмысленно звучат. Могучих прадедов деяния вам ничего не говорят. Их презирает гордость ваша. Святыня древнего Кремля, опора, сила, крепость наша – ничто вам. Русская земля от вас не примет просвещения. Вы страшны ей. Вы влюблены в свои предательские мнения и святотатственные сны. Хулой и лестью своей не вам её преобразить. Вы, не умеющие с нею, не жить, не петь, не говорить. Замолкнет ваша злость пустая. Замрёт неверный ваш язык. Крепка, надёжна Русь святая. И русский бог ещё велик языков. Семён, я тебе ещё одно прочту, но попозже, чтобы потом не ломать ритм программы. Я приглашаю на эту сцену своего друга из Сербии, с которым мы прошли все эти 31 год. Это крупнейший драматург Сербии. Его фильмы шли в советском прокате, и он был очень богатым человеком до дефолта. Потом всё рухнуло. Но он остался прежним. Мы с ним познакомились в 1992 году в Сербии, и он практически стал учителем моим по фестивальному движению, потому что он был опытный человек, а я нет. Я не знал, как отливать этот колокол, чтобы он зазвучал. И мы с ним 31 год прошли. Через четыре войны вместе стояли на Белградском мосту под бомбами 19 цивилизованных стран НАТО. Были в Боснии, Герцеговине, в Приднестровье. Ну, всюду, где война, там был золотой Витязь. Я приглашаю на сцену кинодраматурга, главу кинокомпании «Фильм и тон» Белград, лауреата золотой медали имени Сергея Бондарчука за выдающийся вклад в кинематограф господина Йована Марковича. В прошлом году я здесь со сценой там перед театром видел как вы очень красивы. И это сказал очень искренне. И думал это все. А сейчас видел, что вы еще красивее. И Хочу вам только сказать одну одну, как бы сказал, фразу. Значит, я слышал здесь, как, что спрашивали, спрашивали какого старика, какое его самое большое желание. А он сказал, чтобы не было войны, и чтобы рождалась картошка. Это я только могу вам сказать, это, что сказал этот старик, чтобы не было войны, и чтобы рождалась картошка, и чтобы вы всегда были так красивы и добры. Войну, Йован, мы закончим, хотя мы ее не начинали, но мы ее закончим. А картошку мы рожаем и будем рожать. Так? На сцене прославленный Луганский театр. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы все, кто есть, иных уж нет. Увы, так создан свет. Мы от судьбы все, что-то ждем, но как-то ведь живем. Ругаем мир один на всех, И ищем маленький, но свой успех. Все верим в сны и в чудеса, но в том ухоре голоса. Я вас прошу, включите свет над этой самой лучшей и живых планет. Включите свет и дайте звук. Я так хочу видеть без упрямых рук. Один из всех, одно из двух. Мы здесь одни, другие там, но их не видно нам. Не видно весь вселенский мрак, пока пусть будет так. Она на всех плывет земля. Нас не знакомят с капитаном корабля. Лишь иногда как чудеса мы слышим мы слышим в этих голосах. Я вас прошу, включите свет над этой самой лучшей и живых планет. Включите свет и дайте звук. Я так хочу видеть без упрямых рук. Один из всех. Я вас прошу, включите свет на этой самой лучшей и живых планет. Включите свет и дайте звук. Я так хочу видеть без упрямых рук. Один из всех. Один из всех. Один из двух. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо, Севастополь. Спасибо за мной видеть. Спасибо большое. Пусть вашим душам всегда будет свет. Спасибо. А вот сейчас к вам к вам выйдет их руководитель. Художественный руководитель театра на оборонное Луганского театра, Украинского театра. Выдающийся украинский, советский актёр Которого вы тоже знаете по многим фильмам Есть ли у нас видео? Будет видео Ну тогда давайте посмотрим на экран Народный артист Украины и Луганской Народной Республики Михаил Голубович Прежде чем Михаил Васильевич к вам обратиться Я от вашего имени, от имени Президиума Международного кинофорума «Золотой Витязь» Поздравлю этого удивительного, выдающегося украинского артиста Никогда не предававшего в Святой Руси и нашего братства С тем, что нашим решением он назначен Вице-президентом Международного кинофорума «Золотой Витязь» от Украины Вы знаете, каждый человек творческий, выходя на сцену Или готовясь к ней, он, наверное, думает, что он скажет А у меня перед глазами всё время девиз Золотого Витязя Вы только вдумайтесь слова Которые вверху изначально были всё время За чистоту души За высокую нравственность И вы знаете, я просто подумал Вспомнил недавно назвать это притчей Не знаю, не притчей Мне сегодня задавали вопрос, какие цели преследует кинофестиваль Очень важный фестиваль Очень важный Достаточно вспомнить те слова, о которых я сказал ниже Вы понимаете, я не знаю, притча, не притча Но один сын сдал маму в дом престарелых Через какое-то время поступил звонок Ваша мама не очень хорошо себя чувствует Если вы успеете, вы сможете с ней повидаться Приезжайте Он приехал Мама, в чём дело? Она сказала, говорит, сынок Понимаешь, лето и вот Знаешь, вот здесь в этой комнате Желательно бы хотя бы маленький холодильник поставить И кондиционер, понимаешь? Потому что В холодильник, чтобы не портились продукты летом А летом очень жарко Чтобы не было душно Говорит, мама, ты никогда, никогда не говорила мне об этом А я не для себя Это когда твои дети тебя сдадут сюда Чтоб тебе было полегче АПЛОДИСМЕНТЫ Так вот Вы знаете Ничего лучшего я не придумал Я когда-то на этой сцене говорил эти строчки Я не все буду Но я не могу их не сказать Первое слово ребёнок сказал Мама Вырос Солдатом пришёл на вокзал Мама Вот он в атаке на дымные земли упал Мама Встал и пошёл И губами горячими к жизни припал Мама А мне нет мамы, она умерла Вот ещё одной мамой и стало меньше на свете Зачем же ты, мама, посель земляную и легла? Из жёсткой кровати показала себя на рассвете Рассвет был из солнца, из зелени, из синевы Пенье птиц было слышно на самых далёких планетах Розоватые голуби вылетали из мокрой травы Долго пили зарю и тонули в далёких просветах Ты ведь очень любила, когда зажигался рассвет Сама поднимала ещё свет И детей на заре поднимала А сейчас тебя нет Поднимись Приходи У детишек сползли одеяло Нет, уже не придёшь Из глухого того далека не приходят назад А саются на вечном ночлеге В странной форме сейчас над землёй плывут облака Будто белые женщины едут на белой телеге Ты седая совсем Стала белой твоя голова Видно, в юге мелье снежинки растают, забыли Муж без вести пропал Ты с тех пор ни жена, ни вдова А потом сыновья на войну от тебя уходили От тебя нет с тобой Слышишь, мама Всё время с тобой Только в письмах Они очень редко писали об этом Больше жёнам писали И шли по дороге Перебои на письма твои Не всегда торопились с ответом Это только потом, через годы Я стал понимать Как казнят матерей Без участием и честностью дети Друг мой Брат мой Товарищ мой Если зовёт тебя мать Рвись к ней сердцем Мчись к ней в самой крылатой ракете Будь быстрее, чем звук, чем свет Опоздаешь в пути Не простишь себя этого вечно Ты звала меня мать Я пришёл, а Тебя уже нет А дорога длинна И разлука с тобой бесконечна Я Сейчас вспоминаю Утро осень метёт К небу жмутся озябшие птицы А ты всё смотришь в окно Ты всё смотришь и смотришь в окно Хоть бы скрипла дверь Хоть бы вздрогнули вдруг половицы Сын из дома ушёл И когда он вернётся И потянутся дни И слезы материнской не скроют Зачем между жизнями возникает закрытая дверь И детей провожая Зачем наши матери плачут Я Созвал бы весь город у этой прощальной черты Я бы в трубы трубил Я бы праздновал так провожание Пусть красивые девушки Дарят дорогу цветы А счастливую мать через город несут горожане Да пусть люди увидят Как вырос её молодец Он родительский факел понесёт через годы Он уходит дорогу Мужчина, строитель, творец Всё, что сделает он Это всё материнские всходы Мать Я земли изъездил Я многие знал города и добро повидал И война по мне смертью строчила Но друзей своих, мать Я в беде не бросал никогда Не лгал никогда Потому что ты меня так научила Ты меня научила не прятать у сердца обид Сердцу трудно и так Ну для чего ему тяжесть такая Если слово ты дал Это значит навечно гранит Если в горы идёшь Поднимайся других, не толкая Ох, завет материнский И что тебе в мире мудрей Ты нас к звёздам ведёшь Даже в тёмные ночи и в глухие Я берусь утверждать В мире мало плохих матерей Ну отчего же тогда появляются люди плохие? Отчего же тогда по земле ещё ползает зло И смердит себе любство И сушит сердца скопидомство? А ведь как на планете сделалось людям светло Если всех матерей своих Слушаться стало потомство? Хотя нет, не всех Слышишь, мать Я их видел в чужой стороне Очень злых и очень жестоких Что же им нужно таким? Чтоб земля задыхалась в огне Чтоб кровь человечества стыла Воронка глубоких Разве матери это нет? Я знаю и другие Как я верую в вас Как я чту вас, родные мои Наши светлые матери Чистые души России Это ж вы нас учили Куда бы мы в жизни не шли Мы судьбу свою метили Самой высокой метой Если бьёмся с врагом Так уж бьёмся за счастье земли А если счастье несём Так уж делимся с целой планетой Вот за это за всё я твой сын И пока я живу, мама Имя твоё Пронесу через жизнь Как святыню Будут годы идти Будет жизнь бушевать Каждым матом, амжилкою каждой А тебя уже нет Ты уже не откроешь дверей Люди Братья мои Берегите своих матерей Настоящая мать Человеку даётся Однажды Народные артисты Украины И Луганской народной республики Вице-президент кинофорума «Золотой» Витязь Михаил Голубович Потихонечку приближаемся К завершению нашего первого дня Дня открытия кинофорума в Севастополе Но поскольку Семёну Пегову Понравилось языков ещё больше, чем Тютчев Сейчас я вам и для него, и для вас прочту То, что написал их предтеча Пушкин в 1831 году К леветникам России О чём шумите вы? Народные Витии А Витии – это последняя должность в масонской ложе Это просто пощёчина Знал это Пушкин И обратился к французскому парламенту В 1831 году Когда те Потребовали санкции Для России Потому что царь наш В 1831 году Подавил Польское восстание Устроенное Польскими масонами И их французские братья Потребовали санкции Для России И всё это было Через 17 лет После того, как русский царь Вошёл с армии русской Что для нас там прошагать всю Европу? В Париж И она, он Париж мог быть нашей провинцией Но царь был добрый, православный И подарил им свободу, честь и мир И вот через 17 лет Они потребовали санкции О чём шумите вы Народные Витии Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте этот спор Славян между собою Домашний Старый спор Уж взвешенный судьбою Вопрос Которого не разрешите вы Уже давно Между собою Враждуют Эти племена Не раз Клонилась Под грозою То их То наша сторона Кто победит В неравном споре Кичливый лях Иль верный роз Славянские ручьи Сольются ли В русском море Оно ли сякнет? Вот вопрос Оставьте нас Вы не читались И кровавые Скрижали Вам непонятно Вам чужда Сия семейная Вражда Для вас Безмолвный Кремль и Прага Бессмысленно Прельщает вас Борьбы Отчаянной Отвага И ненавидите Вы Нас За что? Ответствуйте За то ли, что на развалинах Пылающей Москвы Мы Не признали Наглой воли Того, под кем дрожали Вы За то ли, что в бездну Повалили Мы Тяготеющие над царствами Кумир И нашей Кровью Искупили Европы Вольность Честь И мир Вы Грозны На словах Попробуйте На деле Или старый Богатырь Покойный На постели Не в силах Завинтить Свой Измаильский Штык Или Русского царя Уже Бессильно Слово И нам С Европой Сборить Но Или русский От побед Отвык Или мало Нас Или От Перми До Тавриды От финских Хладных скал До пламенной Колхиды От потрясенного Кремля До стен Недвижного Китая Стальной Щетиною Сверкая Не встанет Русская земля Так Так высылайте Ж нам Веди Своих Озлобленных Сынов Есть Место им В полях России Среди Нечуждых Им Гробов Это Пушкин И мы Добьемся Что Чтобы Эти Три Стихотворения И четвертое Которое Я потом Прочту По ходу Этих дней Вошли В школьные Учебники Это Должны Учить Наши Дети А теперь Под занавес Иркутский Театр Народной Драмы Аплодисменты На высокий бережок реки Выходили правые казаки Помолись, оставили нас рук Чтобы землю русскую вперёд Помолись, оставили нас рук Чтобы землю русскую вперёд С нами самоли острый, да, казачий спас Помолись, родная, Господу за нас Горевать, братцы, ой, да не с руки Веселей, неравей, казачий Надо строгом взвелась вороньё Кончилось спокойное житие Налетел коварный бог Сурман Говорил сурово Атаман Налетел коварный бог Сурман Говорил сурово Атаман С нами самоли острый, да, казачий спас Помолись, родная, Господу за нас Горевать, братцы, ой, да не с руки Веселей, неравей, казаки Зацвели цветочки в валугах А звенели свадьбы в куренях На конец садили казачат Трубы боевые, и мы гудят На конец садили казачат Трубы боевые, и мы гудят С нами самоли острый, да, казачий спас Помолись, родная, Господу за нас Горевать, братцы, ой, да не с руки Веселей, неравей, казаки С нами самоли острый, да, казачий спас Помолись, родная, Господу за нас Горевать, братцы, ой, да не с руки Веселей, неравей, казаки Мы вместе с нами, казаки, да казачки Эй! ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Казаки Следующая песня, которую мы хотим вам спеть, это народный гимн прифронтового города на Луганщине, который стоит красивого шахтерского города Кировска. Хотя эту песню можно пропеть и о Донецке, и о Луганске, и о многих других городах, которые сегодня стоят за наш русский мир. Город на линии фронта. Город на линии фронта. Город не сломлены смертью. Шахтами до горизонта. Стоишь ты славянской утвердию. Но в древней казачьей составы. В земле твоей тёс побед. На позже шахтерскую сумму отцы добывали и деды. Я побывал здесь с казачьим народом, братьев сквозь годы встретил. Город родной ты шахтерской породы уже красив и светил. Кровь его красила город нынешнее лихолетие. Кто друг тебя, кто враг, узнал ты в этом столетии. Но Родина, Мать, Россия, Донбасс назовёт дорогу. Вдохнёт в него веру и силы веленьям русского бога. Я буду здесь с единым народом, снова Господь нас встретил. Город родной ты шахтерской породы, будь же красив и светил. Город на линии фронта, город не сломлен с смертью. Шахтами до горизонта стоишь ты славянской утвердью. Но в древней казачьей составы земле твоей нёс побед. На позже шахтерскую славу отцы добывали и деды. Я буду здесь с единым народом, снова Господь нас встретил. Город родной и шахтерской породы, будь же красив и светил. И я буду здесь с единым народом, снова Господь нас встретил. Город родной ты шахтерской породы, будь же красив и светил. Город родной ты шахтерской породы, будь же красив и светил. Город родной ты шахтерской породы, будь же красив и светил. Я приглашаю на сцену участников международного кинофорума «Золотой Витязь» для того, чтобы все вместе с Иркутским театром мы традиционно пропели «Прощание славянки». Пожалуйста, поднимайтесь. Индия! Много песен мы сердце сложили, воспевали родные поля. Беззаметно тебя мы любили, свято-русская наша земля. Высоко ты голову поднимала, словно солнце твоих глаз сиял. Но ты же твоей любовь стеснала, тех, кто прерывал тебя и продал. И снова в поход судьба нас зовет. Мы вновь станем судьбой, и все пойдем на смертный бой. Знай за веру, русская земля, жаждет мести России твердыня. Отзовись православная рать, где меня твой, где твой добрыня. Стань, народ, кричит Родина, пак. Но лежит богатырская сила, мертвый сон заселает в глаза. Уж разверзлась, глубоко молила, над головою трохочет гроза. И снова в поход судьба нас зовет. Мы вновь станем судьбой, и все пойдем на смертный бой. Знай за веру, русская земля, все мы дети великой державы. Все мы помним, царят и отцов. Ради знамени, чести и славы, не щели от нагревших врагов. Знай, Россия, из Рабского плен, дух победы зовет в бой пора. Знай, Россия, из Рабского плен, дух победы зовет в бой пора. Он нас зовет, мы вновь станем судьбой, и все пойдем на смертный бой. Стань за веру, русская земля. 31-й международный кинофорум «Золотой Витязь», 8-й Севастопольский, открыт. Приходите в кинотеатры на 200 фильмов. У нас 7 дней впереди. С Богом, храни Господь Россию, мы непобедимы. Субтитры создавал DimaTorzok